Саламу алейкум, до старых, с вами Альтер, вы находитесь на канале CheckerOut. Это реакция на сериал Омир, пятая серия. Мне терять нечего, я тоже сирота. Что-то, судя по стоп-кадру, походу, плохо станут сестренки. Всех знает, что произойдет. Давайте посмотрим. Ну и, как всегда, в конце пообщаемся. Уже хочется, ну, динамики, какие-то мутные замуты, обмакаться. Что-нибудь такое. Может, конечно, сериал будет просто на одной волне. Ты пойми, мы на тебя не давим, мы тебе помочь хотим. А почему в холодильнике так мало продуктов? Я только что на базар собрался. Вы что, пили? Нет, мы настойка шаммен днилую. Даже если мессия уширды ультру кицим, кто тебе заметит? Даже похоронить тебя никому, понял? Я каждый день жопу рул, для чего? У тебя здесь алкаш, опекун. Ты здесь каждый день деревьев, все беспредельничаешь. Мен, Косяма, вроде, вам купил сига и пиво. О, пацан, реально помнил. Ну, что там, Амар, где твои сига и пиво? Не переживай, они у меня. Салам алейкум. Свиду, ладно? Салам алейкум. Да. Э, а вы в курсе, что, да, сиги и пиво, вредный? Да, а что? Ну, тогда встречай. Какой вред! Э, послушай меня внимательно. Еще раз под одежду, что мыру, я тебя убью, понял? Понял. Мне терять нечего, я тоже сиротана. Надо будет, сяду. Понял, понял. Э, теперь еще слушай. Каждую неделю мне будешь десятку ставить. Усек! Э, за что? Ты же уже взял свое? Э, я все угород взял. Я тебя за себя буду брать, каждую неделю, понял? Понял, понял. Оставай, с***. Иди сюда, Амар. Проси прощения. А, б***ь! Прости, прости, все. Принимаешь? Ну, все, тогда решили. Перси, б***ь, б***ь отсюда. Че ты, б***ь, б***ь? Бля, постырись, б***ь, челкана. Б***ь. Че, доволен? Да. Ну все, тогда. Пойдем, одно дело есть. Че за дело? Потом узнаешь. Интрига, снова казачий брат. Че за... Одессал, давай. Такие дела на улице не обсуждаются. Давай, я прав, тебе зря кудин день рождения. Ага. В Толстон. Мы там быстро пообщаемся, там поедем. Давай. Че, ну можно нормально? Б***ь, б***ь. Б***ь, б***ь, б***ь. Б***ь, б***ь. Б***ь, б***ь. Эх, жестко. Динара Маратовна, здравствуйте. А я к вам. Вы уже уходите? Да я целый час ждала вас. Ну извините, у меня помимо этой школы еще другие школы, есть другие дети. Вы там тоже детей прикрываете? Приходите домой, предупреждаете, что органы опеки придут, да? Вы сейчас что хотите мне сказать? Серик, не строй себе святого. Не лезь не в свои дела. Пусть этими детьми занимаются органы опеки. Им виднее, что нужно делать. А ты работай по уставу. Я понимаю, ты хочешь помочь детям, но пока ты делаешь только хуже. Ты видел, что с Амиром произошло? На нем живого места нет, он весь в синяках. Динара Маратовна, хватит утрировать. У него там пару синяков и все, это же мальчик растет, ничего страшного. Серик, а ты точно инспектор? Твоя задача сделать так, чтобы этих проблем у детей не было, а ты эти проблемы прикрываешь. Слушайте, никто никому не прикрывает. Так, я вижу, что происходит. Сейчас меня, между прочим, вызвали в органы опеки и просят дать конкретную характеристику как раз на Амиро. Какую вы можете дать характеристику, если вы не раз у них дома не... Скажите. А мне не надо быть у них дома, чтобы написать отрицательную характеристику. Достаточно того, что ребенка нет на уроках. Достаточно того, что ребенок весь в синяках. Так что я, конечно, не просто дам характеристику. Я попрошу, чтобы пересмотрели условия опеки. И тебе ничего говорить не буду, потому что опять придешь и опять воду намутишь. Тинера Маратона, имейте совести. У него все хорошо. Ну не лезьте вы туда. Правда? Ты так считаешь, что все хорошо? Ты вообще соображаешь? Ты знаешь, где сейчас эти дети? Ты знаешь, чем они занимаются? Ты уверен, что они вчера домой вернулись? Пока мы с тобой здесь разговариваем, с ними может произойти все, что угодно. И это все на твоей и на моей ответственности. Так что все, я надеюсь. Ты понял меня, успокоишься и на территории школы курить не будешь. Что же мне, инспектор? Такая крыса гнилая. Садимся. Че, что за дело? Короче, мы пообщались с нашим братаном насчет тебя и рассказали всю твою ситуацию. Он услышал и хочет помочь тебе. Ну, как? Он предлагает, чтобы ты вместе с нами работал. Я же сказала, я не буду воровать. Нет, я не буду работать. Нет, Умер, хорошо. Ты же знаешь Робин Гуда, да? Ну? Ну, вот помнишь, он воровал богатых, разговал бедных. Такая же ситуация у нас. Вы просто воруете и деньги себе оставляете. Ну, мы и есть эти бедные. Короче, Умер, это нормально. Мы, тем более, не те воры, да, которые там в мечетях тырят, кроссовки, телефон. Мы нормальные воры, правильные. Правильные воры? Хорошо, ладно. Выражение так себе. Но суть такая же. Тем более, тебе воровать не придется. Это наша задача. Твоя миссия просто быть рядом, находиться. Переносить зеркала с одной точки на одну точку. И все. Ты просто маленький. А у тебя подозрений меньше будет. Не ворую, но просто помогу, да, получается? Это вообще другое дело. Короче, Лан, давай я к сути сразу. Да это то же самое. Если нахата одного нормального мажек, ее надо просто вынести. Чтобы полностью разведку сделать, нам нужна твоя помощь. Ты помогаешь нам, мы, соответственно, помогаем тебе и твоей сестренке. Нет, давайте я вам хоть в чем помогу. Но не в этом. Умирался, Паш. Подумай нормально. Ты там как минимум сто штук заработаешь, понимаешь? Нормальные бабки. Нет, пацаны, я не хочу. Нет. Простите, я не в суде. Ладно, Мура, забей. Все, забудь. Хорошо. Если ты не согласен, нормально. Но смотри, если кто-то об этом узнает, где ты проболтаешься, я не подстой, что в моих хороших отношениях. Хорошо. Давайте не болейте. Давай, ладно. Ну, понял я, как он в итоге к ним придет. Проболтается? Да не должен, вроде ровно пацан. Но если проболтается, придется искривить его. Сестренке плохо станет. Позвони к Айре, пожалуйста. Скажу, что мы найдем щегла. Хорошо. Малой, еще рюкзак забыл. Салам, Данчик. Класс. Я такой спокойный. Я уже сдал, пока ты свою волшу берешь. Тебе, случайно, не за такие шутки побили? Чего с лицом? Подзирался. Я не про синяки, я про то, что оно у тебя страшное, пипец. Эй, я хотя бы на толку не похожа. Кит, давай работать, пока народу надо. А пофиг мне на этот народ. Давай лучше полетников сегодня пройдемся. Я вчера двадцатку там поднял. У нас не увидят. Я так спою, что они меня еще попросят остаться. Сколько волос, столько понтов. Кит требовал, родной. Трудовый. Условия в квартире так себе. Да и дети растут беспризорно. Я думаю, мы можем подавать заявление на их глядю, чтобы отозвали у него опекунство. Согласна. Мне так даже проще будет. Тем более, вчера ко мне приходили, так скажем, ну, очень непростые люди. Муж и жена. Хотят удочерить девочку. Примерно возраста нашей Дины. В общем, Дина Сякта с Геректида. Да вы что? А что же с Омером делать? Мы же по закону не можем их разделить? По закону не можем. Но по факту можем. Что за морозья? Вот сложнее сделать. Тем более, новое руководство пришло. Я с ними пока не лажу. Но я думаю, что к ним подход можно найти. Ну, это уже в вашей компетенции. Я, конечно, чем смогу посодействую. Как говорится, открыто предложение. Хорошо. Главное сейчас забрать детей. А там дальше проще будет. Тем более, у них есть квартира. Недалеко от центра. Я думаю, если туда вложить немного денег на ремонт, то мы можем ее хорошо продать. Мы раньше так делали. Сейчас, не знаю, получится, нет? Я еще хотел спросить. Ей-то какой прикол вообще в этом? Жамиля Ирлановна, вам надо не в органах опеки, а риэлтором работать. Ну, если кто-нибудь узнает о наших с вами делах, тогда, конечно, я буду риэлтором работать. Вот этот фу. Вот этот фу, не дай бог. Ну, ладно, мы об этом еще поговорим. Вы составьте на них характеристику, а я соберу комиссию и направлю в суд. Хорошо. Ну, тогда все. Я на связи. Завтра жду от вас в органах. До свидания. До свидания. До свидания. Блин, две мрази просто. Уважаемые гости, еще раз хочу вам пожелать отличного вечера и, конечно же, хорошего настроения. А следующую песню я хочу посвятить всем влюбленным, которые сейчас находятся в этом заведении. Давай, вымер. Здрасте. Поддержите нас. Поможем? Конечно. Поддержите музыканты. Рахмет, спасибо. Давайте поддержим музыканты. Да, конечно. Классная подка. Спасибо. Рахмет. Давайте я поможу музыкантам. Поставки по вагонам вечно, блин. Я уже не доверяю. Спасибо, Рахмет. Братишка. Тебе сколько лет? Одиннадцать. Ты из дедома? Нет. А где тогда твои родители? Нету. Умерли. Нас дядя забрал. Нас? Выходит, еще кто-то есть? Да, сестренка. Значит, ты вот так ходишь, работаешь, обеспечиваешь ее? Угу. А ты не врешь? Нет, я не вру. Сейчас, подожди. О, нет, это много. Держи, держи. Действительно много. Он нам висит. Ну, что же это будет? Давай пацанам помочь. На, держи. Держи, держи, Гири. Мы что здесь больше оставим? Считай, что это твоя отпускная. Держи? Да. Отдохни два дня. Иди, побочи. Хорошо. Не болей. Пирамид. Пирамид. Синди, райвайдарной тесны. Усны, документы, пермигинди. Давай. Я чувствую, что с мурашки пошли. Попробуем. Тут, по-моему, знакомый игровой центр. Игровой клуб. У Досори есть? Да, есть. Показывает? Дома. Дома? Ну вот, дома пронесешь, тогда будешь дальше играть. Я тебе говорю, вали отсюда. Тупой, что ли? Домой. 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 Эй, эй, руки убрал. Рот закрой, Соль. Серега, вы что тут делаете? Ты что тут делаешь? Почему домой не живешь? Я же на пару каток-то играю, потом домой. Что с лицом? Да я с лестницей супер. Что, мне 15 лет, что ли, накидываешь мне, а? Маме так будешь говорить. Вы, Мира, кто избил? А он же меня пырнул. Заткнись этим, Гол. Там не хуй, что ты там кого пырнул. Или кто тебя там пырнул. Я тебе сказал, что ты к нему не подходил? Папа? Какой-то сиротаж внешний телевизор. Ты, Шигол. Я тебе что сказал? Что, два раза тебе повторять буду? Я тебе в детскую колонию, ***, отправлю. Будешь там мне в шахматы играть, понял? Придурок, ***. Я твоих родителей знаю, они тебе не помогут. Ты меня понимаешь? На километр, чтоб не подходил. Последнее предупреждение. Я хожу. Понял, понял. Вали нахрен отсюда. Быстрей. Достоверение есть? Покажешь? Давай. И все, родной. 74,500. Вот, я же тебе говорил, по кафешкам надо ходить. Вчера 20, все, 74. Мы завтра там не петь будем, а сидеть, кайфовать. У меня телка некрасивая довольно плакала. Реально, блядь, повезло, что я добрый. Так, ***, ты получил бы. Все, каждомашний, с самого, с самого, с самого. Подожди, 74 на 2, 37. Я стопы, стопы, стопы. Давай так сделаем, 24 и ты мне, 50 себе оставляешь. Хасан, да? Мы же их пополам делим. Пополам делим. Тебе они дали, во-первых, правильно? Во-вторых, они тебе нужнее. Давай. 24, мне 50 себе, потому что, знаешь, я это, забухаю. Я же, ты говорил, не пить это прекрасное холодное дерьмо. Слышь. О, моя. Давай, не керматурь-то. Лохмед. Все, давай. Хорошо. А завтра? Завтра? Всегда? Много не пей. Тут дураков много. И что они мне делают? Замуж заберут. Я вам редил, понял, да? Отсерегись. А дядь его запухал? Зачем тебе молодец? Я им борисе? А, нет. Он же электронный. Да, ну. Эй, что ты игрушечная ограбил, что ли? А? Мясо не калышу, что ли? Эй, когда у тебя будет день рождения, тогда я куплю. Хорошо? Эй, у тебя день рождения, что ли? Ладно, а? Почему ты такой тупой, а? Я себе что, кукул подарю? У Дины дня рождения, понял? Ты тупой, не ся? Дядя, у меня калышу лицейсу. Вот сын тупой, сын тупой, сын надо ступить за сенси. За языком следи. Сам он даже папа так не сговорил. Вот поэтому ты такой невоспитанный. Вот я тебя перевоспитаю конкретно. Тордели меня себе. Ты сам себя воспитай сначала. И мне? Неблагодарный, кукул. Я потом шул даман даран дахтар. Сумыша салатарми. Ну, вообще заходил-то, наверное. С днем рождения, Дина. Рахмету Мирану, хочешь, скажу, что я загадала? Не, не сбудется. Хорошо, ты мой самый лучший брат на свете. С днем рождения, Дина. С днем рождения, Дина. С днем рождения, Дина. С днем рождения, Дина. С днем рождения, Хазам. Ну, загадывай желание. С днем рождения, Жанна. Спасибо. Хотите, скажу, что я загадала? Нет, а то не сбудется. О, давайте тогда я загадаю, чтобы вы мне не покупали велья. И это вам расскажу. Тогда она не сбудется, и вы мне купите велья. Освела, только надо было. Смотри, какие у него мозги. А? А? Мы с днем рождения, а мы с днем рождения, и мы с днем рождения. Вообще-то сейчас у меня день рождения, а не у мрака. Ой. Жанн, мы тебя тоже любим. Ты же наша принцесса. А ты знаешь, что мы тебе с мамой еще подарок приготовили? Еще? Да. Мне и так платье подарили. Ну, платье это не игрушка, правильно? Да. Да. Вот. Спасибо. Жанн, мы сел. Ты как думаешь, так да. О, у нас таможик. Теперь у них есть еще одна сестренка, которую ты купил. Ну да. Давай я торт порежу, хорошо? Угу. Сейчас, подожди. Привет. Привет. Как тебя зовут? Лили. А тебя как? Лилу. Пойдем. Эй, торт будешь? Эй, сладкое, да здоровье вредно. Сум, бельмись, маня. Водка, сигареты. Полезно, да, для здоровья? Окно открой. Проверь. Дина. Дина. Дина, вставай. Что с тобой, Дина? Пожалуйста, отнес. Лас. 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 Дина, начнешь. Ростник, открой глаза, Дина. Состояние у девочки крайне нестабильное, в любой момент может ухожиться. Вот двух от четырех миллионов тенье. Ты сейчас знаешь, в принципе, Деменгерский номер. Ты что? Как бы это было ни случилось, что эта ситуация является... Не писанулся еще парнишка, но думаю, все-таки он свяжется с Максом. Макс как бы тоже ему вообще форт... Прошу прощения. Фортанул то, что у Мира была такая ситуация со старшеклассником. И он себе нашел, опять же, легкий заработок, то, что будет по десятке брать, как и от тех, которых также поймали. Короче, щемят просто пацанов. Вот. Ну, наваляли они не жестко, конечно. Так. Встреча директрисы Серика. Я сразу же... Ну, вот они начали болтать, и я, ну, типа, я ждала тебя, отца учался, или сколько-то там. Я сразу же докопался до вообще всей этой ситуации и такой про себя еще простраивал. Может быть, типа, это... Ну, в то же время не указано во сколько, когда они там встретились. Может, было до и так далее. Но в чем дело? Она в прошлой серии еще сказала, что его ждет. Типа, позовите его сюда. Вот. И потом в конце серии мы видим, как он сидит у... у дома у Мира ночью. То есть, получается, тот день закончился. И вот, типа, следующий день. И здесь она вот... Ты не час просидела целый день. Ну, получается так. Либо это было до того момента у дома. Фиг знает. Но... Крыса, она, конечно, та еще конченная. Блин, да просто отстань ты и все от них. Вообще, уже достала меня вот эта ситуация. То, что она хочет их сплать. Я понимаю, для нее репутация важнее всего. Вообще, школы... Репутация школы важнее всего. Ну, жесть. У него же хорошего успеваемость. Ну, он же старается как-то и так далее. Это какая вот... Ну, как директор вообще мог... Ну, то есть, такая женщина могла стать директором школы. Не знаю, какой-то кошмар. Вот. Пацаны все, короче, хотят под себя взять мальчишку, чтобы он им помогал. Я что-то не выкупил до сих пор. Что там он должен делать? Что-то уже который раз эти зеркала упоминают. Что за замут? До сих пор непонятно. Надо увидеть, короче, что они мутят. И что там будет делать он мир? Вот. Понимаю, то, что типа до него не докопаться. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ну, короче, надо увидеть этот замут. И рюкзак он не специально оставил, чтобы вернуться. Есть же такой момент типа допустим когда типа забываешь вещи в гостях, то ну это повод вернуться. Мне кажется, ну они еще пересекутся и уже там мне кажется по-другому диалог пойдет. Так, подколы у мира друга тоже классный пожалуй вообще момент с этой с органами опеки или кто он там понять вообще не мог. Чуть и надо зачем ты вообще все это делаешь? Какая мотивация? Но потом памц квартира. Жестко конечно жестко. Вот две собрались встретились и обсуждают еще блин это почему-то на нее не смотрят. Ну не знаю просто поставленный кадр. Очень классная сцена в кафешке. Что мужик так помог. Актер кстати знакомый. Не помню где видел по-моему Гоке. А это же в соке был который крыс этот хотел сдать вот соке по-моему это он по серии конечно крутой тоже в этом игровом но нравится мне как он заступается за умир вообще красава и красава друг умир и то что больше денег ему отдает и эти 50 это круто вот насчет девочки конечно ей не хватает чуть-чуть отыгрывать есть моменты когда просто говорю себе так это просто ребенок не докапывайся просто ребенок все нормально вот но у нее ей конечно надо как бы этот больше профессионализма уж ну поработать над актеркой своей вот так ну и все в конце в принципе что у нас воспоминания и что-то ей плохо стало видимо она же болеет ей стало плохо и следующая серия она уже будет в больнице жестко концовка конечно да печальная а так как говорил уже до ну в начале не хватает прям вот конкретной динамики чтобы уже как-то 10 покинуться так оно и должно быть все как-то вяло так тихо спокойно двигается не знаю просто я привык уже наверное к какому стежнику что-то особо просто не интересно вот были бы уже эти зеркала ну ладно еще только пятая серия возможно будет как вам пишите в комментариях ставьте лайк этому видео подписывайтесь на канал если не подписаны спасибо за внимание всем пока check it out